Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать к нам в студию! И сегодня у нас такое неординарное обращение и общение. Сегодня у нас в гостях очень хорошие люди, ну очень хорошие. И программа называется «Не два портфеля, а два Сергея». И это немножко интересно, потому что у нас в передаче будет участвовать Сергей Демидович и Сергей Савчинашвили. Оба этих человека... Почему у меня устойчивое впечатление, что рядом Махненко, то ли из-за одежды, не пойму, но весь в черном и такой же вот как бы... Нагловато. Ромка, ты так тихо разговаривал до программы, начинается программа «Добрый Махненко рядом». Ну понятно же, надо, чтобы оно с выражением было, правда? Как-то впечатляюще. Но диалог сегодня у нас о творчестве. Творческое поколение и фактически важная цепочка в духовной жизни любой общины, любого религиозного человека. Потому что все-таки, как в старые времена говорили нам песня, жить и что? И строить. И строить помогает. Вот на самом деле это такой контент для общины. И жить, и строить помогает. И вот творческая личность внутри каждого из вас делает что-то особенное. Вы оба пишете мелодии, вы оба пишете песни. И у меня много будет вопросов, и как кто-то скажет, знаете, если нам за 55, наши мамы или же там люди по возрасту скажут, ой, еще какие молодые. А для некоторых уже скажут, вы деды. Деды. И вот несколько вещей. Моя тема, как вот старые песни о главном. Что для вас песня? Я начну с тебя, Сережа, потому что ты у нас гость. Сережа у нас ведущий, Бог говорит, наше прославление, наше общение, а вот ты у нас гость. Что для тебя песня? Песня, смотрите, вот Бог гениально все придумал. Ну вот все гениально, и музыка одно из самых, наверное, гениальных изобретений, потому что на самом деле во все времена люди больно было пели, хорошо было пели. Вот песня – это выражение внутреннего содержания. Беда начинается там, где человек пытается петь то, что нет у него внутри. Поэтому я имел такую честь и привилегию, как бы из-за того, что я пишу песни, я пел то, что я чувствовал внутри. Поэтому, как ты и сказал вначале, песня мне точно помогала жить и строить. А для тебя, Сереж? Ну, для меня я чуть-чуть по-другому отношусь, как бы. Чему? Песня. Ну, вообще, я считаю, что мы только отчасти слышим те вещи, которые, как бы, сотворил Бог. И мы улавливаем, как бы, вот эти вот отрывки, как бы, потому что, ну, на небе существует все в гармонии. И гармония сама и есть музыка, как бы. И мы, проходя определенные жизненные периоды, как бы, выхватываем вот эту вот гармонию, как бы. Потому что я ни одной песни сам не придумал мелодии, там сидел, что-то ковырял. Я вот ее слышал, вот услышал, и вот, как бы, попытался ее воспроизвести, как бы. У меня в одной песне слова, что я подслушал пение птиц и записал ноты. Да, 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 да. Именно, да. Именно так. И вот у меня все песни, они, которые, начиная с самой первой, как бы, и у меня их не так много, конечно, не сравнится. Но все, что я, вот, у меня есть, это я услышал. В каких-то обстоятельствах. Вот, помню, в Израиль поехали, как бы, да. Вот мы катались на этом баркасе, как бы. По галереи. И, как бы, я приехал, и вот сразу у меня тогда родилось, вот, как бы, ну, я услышал вот какую-то мелодию, и я ее сразу, как бы, приехал и выдал, как бы. При том, что я слова просто вот так сидел и писал. И у меня что-то там со вторым куплетом не получалось. Я ехал в троллейбусе, и я раз услышал, и приехал, быстро записал его, и, как бы, так же... Так что такое песня? Я так думаю, что это часть самого Бога. Хороший ответ. Хороший. Хорошо, тогда чем тогда песня отличается просто от произведения? Ну, у меня тогда вопрос. А всегда ли песня часть Бога? Бывает такое, что слушаешь чью-то часть Бога, и хочется выключить? Ну, я говорю относительно себя. Как будто бы Бог не дает. Да, 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 да. Я, ну, согласен, что музыка, она... Есть, ну, может быть, искаженная. Я не знаю, как это назвать. У меня нет... Ну, вот песня и просто такое чувство, как произведение. Это разница? Произведение и песня? Произведение есть люди, которые пишут песни. Это их профессия? Это профессия ихняя. Да, они учились для этого, да. Они знают, как бы, музыкальную грамоту хорошо. Они могут аранжировать хорошо, как бы. Вот мне этого там не достает. Мне иногда... Я слышу, а вот как передать это, вот, не знаю. Вот надо обращаться вот к таким людям за аранжировкой. Ну, мы, наверное, просто разными словами одеваем. Я это вот... Как я об этом говорю? Вот, когда я слушаю песню, вот, кроме аккордов, гармонии, мелодии, есть что-то главное в песне. Ты даже не можешь объяснить. Иногда выстреливают такие песни, ты думаешь, а чё эта песня так людей зацепляет? А вот её все любят, её слушают. Не знаю, та же вот моя песня, пусть даже не станет овец в загоне, я её не оцениваю, как вот просто вот какая-то особенная. Но она очень пошла хорошо. Я вам скажу, почему. Она написана в состоянии, в особенном. Она, как бы, отображает сильно внутреннее такое содержание, когда есть трагедия. И в это время тебе нужна вот поддержка. Эта песня была, как бы, ответ на боль, на трагедию. Что, да, у меня в жизни плохо сейчас, но Бог мой со мной, там, ну, приблизительно, я, как бы, посыл сам говорю, там, другими словами. Пусть даже не станет овец в загоне, я всё равно буду славить Бога. И вот потом я много слышал, очень много свидетельств слышал, что люди говорили, в трудных ситуациях, вот особенно при потерях, пропажах, кражах, грабительстве, вот эта песня приносила людям утешение, успокоение, как, ну, какой-то, не знаю, соломинка была, не знаю, маяк в темноте. Поэтому вот для меня, скажем, я бы различал так, песня рождённая или, как бы, знаешь, придуманная искусственно, как будто бы она не из духовного мира взята, вот не где-то из глубины там родилась, а ты знаешь, как это всё бывает, ну, как бы, знаешь, вот живой ребёнок и кукла, есть разница? Ну, от этого, как бы, выходит мой следующий вопрос. Что в песне важно? Слова или мелодия? А для меня источник. Не, источник, ты пойми, для тех, как творца песни, либо мы так, кто её созидает, это понятно, что источник. А вот для слушателей, вот люди, которые услышат, что для них вот важнее больше, ты думаешь, музыка или же слова? Блин, я не могу так... Я могу тебе ответить. Всё важно. Я могу тебе ответить. Ты мне дал старый крест, эту песню. Твоя первая, оригинал, и что сделала молодёжка, изменив её стиль музыки и так далее. А слова-то остались те же. Вот для человека, который будет, я говорю так, я со стороны, потребитель, духовный рекрессивный, потребитель. Тебе не понравилось? Нет, моя. Я о чём говорю. Для меня лично, как вот человека, который слушает песню, музыка, музыка, мне важны слова, потому что Библия говорит очень простые вещи. Вера от слышания, а слышание от слова Божьего. И вот я верю, что музыка – это просто аккомпанемент к тем словам, чтобы выразить то, что Бог вложил. И как бы ты ни работал дальше, то всё-таки эти слова, они вдохновляют. Потому что я уверен, что слова-то пришли раньше, а потом под музыку, а потом ты её совершил. То скрипку вложил, то ещё какую-то часть, то ещё фортепиано, то, понимаешь, да? Вот вопрос. Ты понимаешь, это было… Прости, я не соглашусь, потому что если бы это было так, то тогда сама музыка бы… Вот нет слов, а просто музыка. А я сижу, я включаю там, не знаю, я велончели очень люблю. И вот этот немецкий велончели, сейчас знаменитый молодой парень, я забыл его имя. Я просто меня… Я на небеса поднимаюсь. Нет слов. Понимаешь, почему я и пытаюсь сказать, что музыка – это не просто текст там под аккомпанемент, песня. Это не так. Всё-таки песня – это откровение. Иногда современные песни пишут. Ты слов там вот так вот… Если взять эти слова, вот отдельно слова, даже не поймёшь, о чём он говорит. Вот реально бывает такое. Но дух, который… Это всё-таки… Я понимаю, что та песня ни о чём, это вкратце доказательство. Нет, песня ни о чём, там как раз смысл. Песня ни о чём, там шикарный смысл есть, если мы за эту песню. Поэтому, знаешь как, и вот, наверное, идеально, когда совпадает вот источник, вот рождает, рождает слово, и я вместе пишу, кстати, вот если… Почти не всегда, это идёт вместе. Очень редко, что, ну, я бывает, я же настоящий 50-ник, да, я бывает вот в таком состоянии, я на языках пою. А, я понял. Кто думал, на 50 на 50. И у меня рождается мелодия хорошая. Но, на самом деле, всё начинается с какого-то ключевого предложения, в котором… Либо переживания. вот, да, что тебя вот коснулось там, и ты раз, и потом к нему идёт уже. Причём лучшие песни пишутся очень быстро. Вот они как будто бы выстреливают из себя. Если ты поймал этот момент, зафиксировал, записал, ты вытащил. Если ты прогавил, сказал, ааа, классно, я потом запишу. Всё, ушло всё. Ты это потом не поймаешь. Поэтому, это же видишь, это не просто это состояние. Я тоже думаю, что это всё-таки откровение. Это вот как пастырь хочет донести какое-то послание, как бы. Он работает над этим. оно приходит, вот ключевая фраза, и вокруг него строится проповедь, как бы. Вот хорошо, мы сейчас его и поймаем. Он хорошо это поймёт сейчас. А насчёт… Я бы против меня ловил. Смотри, ты бывает… Спросите. Валентин, ты бывает проповедуешь, говоришь всё правильно, а как-то не звучит, сухо, ну вот так вот, как будто бы, вот, ну вот, не касается людей. Ты не говоришь ереси, ты говоришь правильные слова. А потом бывает, ты говоришь те же слова, но они идут в какой-то такой наполненности, силе, я не знаю. Вау! Дух действует, понимаешь? Вот Дух берёт слова, он может взять, может не взять. Вот так, мне кажется, и песня. Аккорды может взять, а может не взять. И насчёт мелодии, главное, что главное, мелодии или слова? Я думаю, главное и то, и то. я расскажу случай. Мы, когда приезжали в Киев, и мы помогали там в разных церквях служить. Во время, когда мы менялись, там одна команда едет, другая как бы остаётся, и мы помогали в церквях, просто в прославлении. И я помню, сидел в одной церкви, это была небольшая церковь, мы с Витей, с Ушко поехали туда, и он сидел, он играл, а я совершенно чётко понимал, что он говорит. Вот это, ну как я мог сказать совершенно, вот на слова перевести, то, что он говорил. Переживание сверхъестественного. Да, то есть, поэтому, и, кстати, самая первая моя написанная песня, как бы, это, ну, я услышал, как бы, мелодию. И это не просто мелодия, а я услышал, вот, гитарную партию, как соло-гитара, как бы. И оно у меня настолько отложилось, я пришёл домой, взял гитару, я стоял на остановке, после служения, и я это услышал. Я пришёл, я ещё тогда не служил, даже в группе прославления, но как-то уже там пытался, и я начал, я гармонию быстро схватил, и уже, когда я приехал в Киев, мы с Олегом Богомазом, ну, оформили эту песню, как бы. Хорошо. А вот, чтобы сейчас сыграть какую-нибудь песню, которая бы, вот, одна из первых твоих, которая касалась и тебя, и пережать, я понимаю, овец уже, овец уже тебя нет, как бы, а... Я, я другие готовил, но я попробую, вот, просто, может быть, куплетик, да? Самую... значит, как это было, я служил в армии, это 86-й год, ну, до этого, честно, была одна песня, о любви Канне, о несчастной любви, вот, хочешь, ее могу сказать, это вот самая первая, самая первая песня. Это была несчастная любовь, я ухаживал за девушкой, она сейчас моя жена, слава богу, все хорошо закончилось, но в то время я ей, как бы, не очень нравился, и я был с верующей семьей, она с неверующей, папа начальник, коммунист, в общем, мы не пара были, я грустил, и написал 17 куплетов, подарил ей, она выгнула, по памяти я запомнил, только три. Посмотри мне в глаза, и поймешь, как устали они тебя ждать, как устали обиды до слез, без обиды улыбкой встречать, перемешана боль с тоской, не хочу я тебя терять, почему я упрямый такой, не могу сам себя понять. И последний. Может, скоро, а может, потом, ты поймешь, что была неправа, я не радуюсь, дело не в том, просто ты потеряла меня, перемешана боль с тоской, слышишь, как в сердце. Не хочу я тебя терять, почему я упрямый такой, не могу сам себя понять. Понимаешь, это по-настоящему, это плакала душа. И теперь всякий кто, почему я говорю, песня это состояние души, вот у кого подобное состояние, он слушает эту песню, и просто слезы катятся, это так в моей жизни, все, это моя песня. Понимаешь? Так что получается, можно делать душевные песни, потому что кто-то скажет, это душевно очень. Ой, вот эти заморочки, простите меня, вот это духовное, вот это душевное. Но знаешь, я не, вот, духовное, это только аллилуйя, а любви, а это не духовно. Я вымолил, это моя жена, это вся моя жизнь сейчас, дети мои, борщ мой, понимаешь, по утрам кофе у постель, вот, это не духовно, это жизнь моя. Ну, почему я говорю, потому что есть люди, которые сразу судят. Знаешь, вот моменты, есть оцерковненный, или религиозный, какой-то подлог такой, а вот то, что делают верующие, вот, креативно, да, вот, то, что может достичь людей, даже привести к Богу, считают это не, вот, не духовно. Почему говорить об этом? Потому что чаще всего ты смотришь Писание, и то, что Давид переживал. Да, вот это духовно, я хотел спросить, это духовно или не духовно? Вот, 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 понимаешь, оно в Библии написано, поэтому у нас люди все считают, что вот это духовно. Окружили меня враги. Да, ну, это, понимаешь, мне кажется, вот эта супердуховность, она нам вредит. Мы как будто бы, вот смотри, христиане поют песни о любви к Богу и к врагам. А к женщине это как вроде бы даже не душевно, а плоское. Это уже Соломон. Как будто бы они любят Бога и врагов, понимаешь? Это уже песни-песни Соломона, вот это уже не надо трогать. Да, в лес бы и на пальму, надо петь все это, ребята, это все нормально. Это, это Писание, это жизнь. Поэтому любовь, страдания, переживания, боль, скорбь, это все часть нашей жизни. И мне кажется, в христианстве этого не достает. Песня, допустим, о мужской дружбе, ведь она есть. Когда у тебя классный друг по жизни, который не предал, не бросил тебя, почему об этом не спеть? Павел Варнава. Высоцкий поет за горы, понимаешь? Вот бери парня с собой в горы. Вот, и нам это нравится, потому что, ну мы же такие. Вот, вот, вот. Нам же это нравится. Почему-то вот большинство верующих, они не зависают на псалмах Давида целый день, а где-то еще там радио накрутят себе, послушают какой-то еще шансон, хотя никому не скажут, а вот внутри они там где-то припевают это все. Да ты посмотри на себя, вот это, Харли, это Харли Дэвидсон, это же воплощение какой-то, не знаю, брутальности, мужества, и ты так одет, понимаешь? И ты вроде пастор добрый, ты здесь аллилуйя говоришь, но как мужик тебе хочется сесть и скорость ощутить, ветер. И она у меня есть. И ты же в это время поешь, что ты поешь? Коколынь правная. Или что ты поешь в этот момент? Я вообще ничего не пою. Голоса нет, не пою. Сереж, какие твои, вот твоя первая песня? Что в ней? отражалась? Будем так говорить. А если не говорить, то не петь? А если не говорить, Серега спит. А лучше сам успеть. Нет, моя песня первая, это вот то, о чем я говорил. Нет на земле и на небесах никого, кто сравнится с тобою. Нет на земле и на небесах никого, кто сравнится с тобою. Никого, кто сравнится. Агнец Божий. 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 Божий. Агнец Божий. Святый Агнец Божий. Агнец Божий. что я вообще покаялся по книге Откровений. И на самом деле это пятая глава Откровений. То есть сейчас у меня есть новая версия этой песни, уже доработанной, но я ее сыграл вот в таком варианте, в котором я ее вот как бы увидел. Просто, что я могу к этому сказать, я слушал эту песню. Одно из самых сильных наших переживаний в жизни, у христиан, скажем, не номинальных, а тех, кто реально встретился с Богом. Это вот переживание поклонения Богу, признательности Ему. Когда ты в Духе Святом вот ощущаешь, что прощен, нет вины, свободен, любим, ожидает, мы говорим Отец. Естественно, это мощнейшее переживание, и в принципе душа человеческая любая, она стремится к этому. Не случайно, что даже люди, кто умирал, был до клинической смерти. Они говорят вот о том состоянии, о том мире, он намного прекрасней. Возвращение в тело, это сдавливание, ограничение, это серость, это вот мы не понимаем, что там намного лучше. Поэтому вот это ощущение предвкушения неба, конечно рождает песни. Поэтому очень много песен про славление. Но я хочу сказать, что это не единственное, что Бог нам подарил. Конечно. Это способ, как, скажем, не танцы, да проститься мне каких-то, может быть, кто не вмещает это. Танцы, это мощнейшее изобретение тоже Божье. Это то, как человек может выразить себя. Понимаешь? Ну, а смотрите, и сделал пир. Ну, ты же не просто не дал лепешки и рыбы. Мы когда поднимемся наверх, написано наверх, да, там, к концу, будет пир Аганца. И что там будет? Вот когда кто-то задумывал. А на празднике все. И музыка, и хороводы будут. Все будет. В Израиле все праздники, они сопровождались. Конечно же, песнями. Даже, смотрите, ученики написано и воспевшие пошли на гору Елеонскую. Поэтому, ну, да вы сами обратите внимание, в наших церквях, общинах у нас 50%, ну, 40 минимум связано с музыкой. Мы отдаем чуть ли не половину времени своего совместного какого-то пребывания, мы отдаем музыку. Хотя вся еврейская литургия, она тоже в мелодии. Все вот чтения, даже чтение Тора, ты ее напеваешь, делаешь напев в разговоре во время чтения. Так что, видите, мы понимаем, что мелодия это та часть небесной литургии, которую Бог укладывает в жизнь общины. И кто скорбит, пойти, что псалмы. То уже, когда ситуация, воспевать, войду во дворы твоей свалую, прославлять, славить Бога. И это важно. Что ты хочешь рассказать? Добавь. Я хотел подтвердить то, что сказал Сергей. Есть люди, которые, Сережа в частности, он пишет больше песни от переживания, то есть ежедневных ситуаций, как бы, то есть это и в быту, и... Я больше как бы был сосредоточен вот на служении, и поэтому, ну, как бы, может быть, именно поэтому у меня все песни, ну, в основном, в основном, по большей части это или псалмы, или псалмы, или вот какие-то просто... На слове основанное. Да, на слове, да, на поклонение. Да, вот так вот. Я верю, что есть разного рода музыканты. Есть музыканты, которые несут послания. Ну, а ты считаешь это ограничением неким для общины, что вот, я не знаю, вдруг я ошибаюсь, но вот у вас есть, допустим, прошло там первая часть поклонения, садитесь, все дорогие друзья, куда выходит ваш шикарный музыкант, который, кстати, у вас существует и, наверное, не идет здесь, да, и просто классный музыкальный номер с каким-то посланием, с каким-то вот смыслом, который как номер, как искусство звучит. Вот есть это или нет? Почему христиане обокрали себя? Почему этого так мало? Мы только это на каких-то можем концертах себе позволить, а как часть вот нашей литургии мы это выкинули. Я считаю, это плохо. И я считаю, что это... Можно просто делать концертное, готовиться классное номера, чтобы человек сидел, часть людей, которые, с которыми Бог говорит на этом языке, они будут слышать Бога. Я тоже считаю, что это, ну, есть ограничение. То есть на самом деле народ может недополучать чего-то, то есть вот через эти вещи. Ну, я не буду спорить, как бы. Это мое еще жизнь. мне еще жизнь. Еще есть время. А у нас как раз время первой нашей части, оно как бы ограниченное, поэтому, друзья, давайте мы присоединимся к нашей второй части, которая будет буквально через маленькое время. Спасибо большое. Увидимся через некоторое время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok